Дорогие с вами Шмики и мы продолжаем пройдить игру по названию Dark Souls 2. Короче у меня выбило свет поэтому буду краток. Начнем с самого простого это с этой пещеры. Как вы видите тьмы здесь больше нету объясняем почему здесь больше нету тьмы я ее уничтожил сейчас колечко сниму то есть помните вот этих дева которых мы уничтожили которые типа который порчу создают ну которые пламенные столбы делают так вот это одна из них короче понятно а мы убиваем этот тотем и порча исчезает но вы спросите окей как ты вообще там пошел и что ты вообще там нашел начнем с того что я там не нашел но именно такого ценного нихера там была порогом и кольцо простака кольцо простака делать нас невидим во время перекатов в основу это для пвешки кольцо в виде цвета делает хозяина невидим во время переката таки кольца носили солдаты старого железного короля наделенные божественной защитой кольцо обладаетесь единственным эффектом но далее изобретательность и позволяет владельцу использовать его с охранной пользой потом дальше где моя телега так идем сюда садимся едем наверх выходим на наши остановки и вот здесь был получиться невидимая стена мы ее вбиваемся и я нахожу там вам папам голову кожа полого кожа полого капюшон изображающих голову полом дает защиту от проклятий и помогать замечать послание из других миров он очень точно повторяет голову полого только без ужасного запаха тот кто создал этот капюшон с почтением относился к тем кто стал полом это сейчас наша главная голова потому что она дает сто процентов сопротивлению эффекту то есть мы можем ходить в порчу нам нихера не будет я вылетела на том моменте когда я когда я пошел к башне я думаю вы понимаете о чем что я имею ввиду за какую башню я сейчас толкую я не хочу про с ними драться поэтому как-то так так есть человек давым села человека у меня вылетела когда прибежал я взял получается эту маску я ее делал я зачистил эту локацию и пришел сюда не выкинула менять к черту выкинула а а а а И он такой спадой. Тайолы-палы. Почему? Я их вижу, но я по ним попасть не могу. Вот снова же. Такого черта. И главное, что они докидываются, понимаете? Так, минус один. Минус два. Так, вот этого можно убить только после того, как мы уничтожим полого. А для этого нам нужно будет сейчас добежать. А ну-ка, хотя его можно убить, если уйти от порчи, если я не ошибаюсь. А ну-ка, ты пойдешь выше, за мной. Окей, пускай пока он здесь поваляется. А мы сейчас быстро сбегаем и уничтожим ту херовину. Все, видите, порча пропала. Все, порчи нет, они умирают. Так, минус еще один. Готово. Так, я вот этого вот места не понял. Стен здесь никаких нету активируемых. Так, допустим. Замечу доспехи. Доспехи не восстановились, а значит... Порча. Вот эта порча, она может... Поднимать призраков. Поэтому, возможно, придя сюда и попозже, да, то есть сразу. Ага. Ну, замануха хорошая. Подожди, ну этаж... Не песочная, да? То есть и двух ударов хватает. На удивление, за все это прохождение здесь не было ни одного милика. Так, вещи. Величественный двурочный меч. Величественный двурочный меч. Старинный двурочный меч. Тайны происхождения, которые теряются в веках. Меч передав... Передавался из поколения в поколение, пока не попал в руки Гордина, странствующего рыцаря из Форосы. И считался пропавшим после его смерти. Странно, но все до одного владельца этого меча были левшами. А, то есть этот меч, он берется только в левую в руку. Окей. Так, вещи. Ну, слушайте, этот лук даже лучше, чем мой. Ну, по статистике, если смотреть. Ну, его нужно будет тоже заточить, наверное, максималку. Большой лук алоинского рыцаря. Лук алоинских рыцарей стреляет длинными стрелами, но его тетива натягивается очень долго, оставляя стрелка уязвимым. В одни расцвета своей страны старый железный король любил принимать странных гостей из далеких земель и развлекать их. Большинство из них были шарлатанами, но среди этого никчемного сброда попался и обладающий необычной техникой рыцарь из далеких восточных земель. В качестве благодарности за гостеприимство он обучил воина железного короля своей технике владения мечом. Окей. Ну, что я вам могу теперь сказать? В принципе, мы с вами изучили все, что у нас здесь вообще есть в данной локации. Ну, по крайней мере, то, что я мог забрать, это я все забрал. Шапка немножечко хуже, чем моя. А, спиздил. Ну, короче, зато она дает неуязвимость к порче. Это главное. Что мы теперь делаем? Мы отправляемся с вами в основную игру, ребята. Так, на всякий случай... Дай-ка я сделаю вот так. Как-то так. Мы идем с вами в основную игру, а именно там, где у нас был... Ходящий рыцарь, если вы помните. Ну, великан, босс. Так, а где это было у нас? Это была у нас гробница. Ага, это у нас Долце. Не, это основная игра. М-м-м, а сейчас сложно. С этильща драконом. Храм дракона, гнездо дракона. Цитадаль Алдия. Так, нам нужно, короче, сейчас сюда. Нет, не сюда. Так, подожди, где я вообще сейчас нахожусь? Нам нужно в начало отправиться. В начало пробежать королю тому, где мы были. Так, у меня все три короны? Да, у меня все три короны. Так. Окей. ОК! 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 я лох и я попался но уже не помню эту локацию мы последний раз херстнет когда здесь были я не собираюсь зажигать свет либо они на меня потом нападут так купить предметы давайте посмотрим что у него есть принципе я могу а у него нет в наличии но грибы куплю какая разница хоть куда-то душу буду девать так потом нам из нужно сюда здесь проход уж открыт я осталась только это место я тогда думал что он земли вылез он тогда и земли вылез а просто пришел теперь мне нужно короче этих типов сюда позвать короче давайте их убьют мы продолжим так ну в принципе я готов поэтому просто бежим пока у нас проблемы стоп тут всегда были сундуки тут были сундуки лол ни хера себе прикиньте тут оказывается шмотки все это время лежали и и факела ароматная ветвь белого ну что поехали так вещи давай я наверно вместо меча на всякий случай сразу искать огонь приносящий король что видишь ты в огне надей короны и обретешь ответ в коронах заключена сила властелей древности не пустит трудностей как и подобает искателю огня вышелающим трон я тоже когда-то искал огонь говорят при помощи огня настоящий король способен справиться к проклятию это ложь откуда мне было знать искать или огня ты ничего не знаешь обознать мир внутри тебя она становится всего глубже пока ты жаждешь огня пламя мне типа шляпу нужно одеть какую-то секрет ну кому ничего у меня корона давайте тогда это загугли потому что я тогда хер знает у меня вот корона 1 корона 2 корона 3 ну фиг его знает ладно давайте гуглить тогда я все три короны собрал специант для этого короче забейте я по ходу с ними сражусь то что мне нужно идти за драконом мне нужно грохнуть сначала драконом чтоб убить дракона мне нужно много хер чего давайте короче сделаем таким образом нахуй надо мы идем заканчивать игру да и все как вам такая идея типа дракону я трогать не хочу то что он я видел что надекло но он сам не хотел сражаться ко мне нормально обратились и рыцари то что у них в почете мы с ним побеседовали поэтому я ничего такого не вижу поэтому что мы сейчас с вами делаем мы с вами отправляемся к финальному возу по крайней мере послать только вспомнить где вообще находится боссы потому что я не куку это место с лифтом и там у нас был стеклянный король новый стеклянный рыцарь зеркальный рыцарь тут было два брата всадника для чего мне призывать тогда ждите пока я найду плеть проходы где тот находится короче не знаю читал я или нет но давайте прочитаю снова скорее кажется я не читал шлем алейского капитана шлем алонского капитана шлем который носил капитал алонских рыцарей обмундирование алонских рыцарей служившие старому железному королю созданы с использованием особой технологии лития работа лучших мастеров которая отличает отлично сохранилась судя по всему форма доспеха была взята у странных рыцарей которые обучали воинов и железному короля надеянием мечом рыцаря оставлю своего повелителя после того как тот поддался своим изменениям желаем короче открываем ящик я закидываю туда все что мне не нужно так но там я нахер не надо конечно да минус босс это как раз для него блять это собирал ну что в принципе так отправляемся так замок дранглиха и нам сюда нам нужно сейчас с вами если было правильно сказано налево от первого костра налево и 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 за и и символ короля кольцо до уже не равновесие противника а давайте теперь вспоминать королевское кольцо открывает королевский вратам еще заметьте хиром обману на это это кольцо надеюсь там сейф есть фу блять мой путь почти закончен меня зовут шанаталота так не назвал дракон когда я родилась я создала ли я создана людьми нарождена драконом меня создали тех кто пытались обмануть судьбу но им не удалось им не удалось создать меня такой как хотелось судьба не изменить и люди были прокляты снова если ты продолжишь наш адр придет за тобой она знает что ты зайдешь на престол и зашешь огонь она хочет получить и первый огонь и великую душу успокоить ее с миром окей окей нам вон туда как я понимаю помощников у меня не будет урон увеличу лучше меня в натуре не помню фантомов нету если да то это к и хотя финальный босс хотя финальный босс а даже 2 я могу призыв 2 призвать конечно его призову блять и всех призову это очень плохо если я призву призывая двух воинов и а а а а и а и а и и и а и и и и и впр Couе staw а Продолжение следует... 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 если брать основную игру давайте начнем с плюсов как обычно большое количество боссов врагов локации короче давайте так большое количество боссов плюс большое количество разнообразных локаций плюс снова лор атмосфера присутствует плюс сложность по боссам когда мы немного еще отойдем но босса даст сильный если не использовать помощников плюс можно сказать плюс еще к управлению то что нам теперь кнопка удержания то есть бега и прыжок на разные буквы то есть это тоже как бы относится к плюсу много с другой стороны когда у нас тут же коми да то есть я использовал камень не туда я не могу другой локации попасть ну блять но это же не плюс точно дал цем в каждом дался есть как обязательно после так необязательным плюс сама кличество dlc плюс есть две концовки обычная и и второстепенная концовка но мы проебались я не знаю где мы очень сильно просрали если относить теперь в общем да к плюсам плюс можно взять боссом ради которого мне пришлось использовать щиты блять это самый жесткий босс самый жесткий который я вот сказал да я его убить не могу до были необязательны боссы я их не убивал тот же дракон то что я не хотелось его убивать то что он дружелюбный этот дружелюбный нпс почему должно было его убивать и тут же разворачивается нас король так это пропустить нужно также на сразу относится от 2 это король то есть чтобы сразиться с королем мне нужно короны которые я добыл золцы и также мне нужно память дракона то есть не нужно было убить дракона что получить его память и только после этого мы могли бы сразу с ним сразиться ну ладно не суть минусы минусы да я отнес боссов большой кличеса боссов к плюсам также это и минус потому что почему это однотипные враги просто сколько раз повторялся один и тот же босс да много раз дракон дракон садник один у нас был потом их стало двое железные вот эти демоны с плавильным тот красный тут синий просто цветом поменялись и все крыса босс и у этого крыса босса дохера миньонов которых нужно было убить чтобы ты когда-нибудь дайте ну ладно потом позоровая крыса который тоже тоже самое но она ищет себя ничего не представляет также из минусов можно сказать это запутан с локацией ну и секретные стены потому что здесь секретные стены как вы заметили активируется то есть некоторые можно открыть с помощью удара некоторые только через кнопочку е открываются то есть как-то так по продолжительность это довольно игра вышла я говорю же больше чем первая но в первой не был дотси сколько это будет проходить потом что можно отметить ну вообще просто даже не плюсы не минусы да по игре а матрасу или как мы используем для тема тарас это шизна рута вот этот меч который мы используем во время игры как вы видите я с ним прошел всю игру то есть как и в первой части у нас есть какой-то меч идеальный то есть нашем случае идеальный меч и это в первое если брать это хавос дракона был и меч не то если не ошибаюсь да это меч не то это последней что мы использовали здесь у нас вот вот этот меч и все но тоже допустим этот меч не найти самом начале как меч не то поэтому как то так третья часть насчет третьей части не знаю на самом деле посмотрим скорее всего она тоже будет там как раздался же то что есть довольно сложная поэтому давайте на этом с вами заканчиваем поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока ну плюс может есть еще музыку музыка довольно прикольно и такая атмосферная до за музыку не сказал я просто жду может быть что-то будет после титров титры прошли а и мы тут появляемся то есть после этого мы могли с вами просто пойти дальше ладно я не буду убивать короля ебать мозги поэтому давайте же покинем с вами данную игру как раз мы с вами сейчас посмотрим сколько у я всего прогресс ай блин чем мы сами сделаем кое-что продолжить смотрим потрачено 54 часа уровень 190 для прохождения всей игры почему я просто хочу сейчас еще одну вещь показать вам это это вот эта статуя здесь написано сколько раз мы с вами погибли и смертей по всему миру сто девяносто четыре мы с вами звук ли сто девяносто четыре раза ну что в принципе все на ребятки как я говорил всем спасибо за просмотр ставьте лайки подпишитесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока